Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Здесь прям такой пар. Я не знаю, вам видно или нет, но мне видно. Вчера я на своем кулинарном канале iCook выложила рецепт грибного салата и сегодня решила его покушать в видео. Очень вкусно! Но так как салата было очень мало, всего вот, ничего. Я решила еще немножко отварить себе пельмешек, потому что я знаю уже, что я не наемся этим салатом. В основном хотела снять видео именно из-за салата, потому что вы просили меня больше видео про домашнюю какую-то еду. Поэтому обязательно переходите в инфобоксе, смотрите рецепт, потому что салат нереально вкусный. Здесь шампиньоны, грудка, майонез и грецкие орехи. Также, кстати, вчера сходила, купила для вас косметику. Для вас косметика? Что-то интересное, да? Хочу устроить для вас конкурс. Это не совместный конкурс, не знаю, который финансируется как-то. Я чисто за свои деньги пошла и купила косметику на 200 монат. И очень хочу кому-то из вас ее подарить. Вот как вы думаете, подарить одному человеку все или поделить на нескольких человек? Условия, как всегда, у меня очень простые. Обычно какие условия бывают? Подпишись на 30 спонсоров и еще на 40 моих знакомых, вот тогда получишь приз. Все будет очень просто. Я просто выставлю в истории в инстаграме. Историю о том, что вот я провожу такой конкурс, кто первый откликнуться, что хочу косметику. В прошлый раз с сумочками было то же самое. Я вообще всю жизнь никогда не верила в эти конкурсы. Я думала, что это вообще вранье и так далее. Но у меня все честно. К сожалению, у меня нет возможности дарить вам очень дорогие какие-то подарки. Но у меня внутри огромная любовь к вам. Соусы это просто обалденные. Заканчивается, к сожалению. Вот выдавила последнее, что было. Сырный соус это one love просто. Я просто читаю комментарии, и мне настолько приятно. Мне так тепло на душе. Вот вы для меня делаете хорошее. Вы смотрите мои видео, вы подписываетесь на мой инстаграм, лайкаете мои фотографии. А взамен я тоже хочу для вас сделать что-то хорошее. Пусть это не айфон. Но я уже решила, что я постоянно буду вам что-то дарить. Условия тоже, знаете, очень простые. Не будет таких условий. Подпишись на мой инстаграм, подпишись на мой ютуб, подпишись на мой вконтакте. Нет, просто кому повезет. Вот кто первый увидит эту историю, тот и получит. Также я буду делать разбор своей косметики. И какую-то часть из своей косметики я буду отдавать подписчикам. Девочки писали, что это не стоит делать, потому что это не очень гигиенично. Но вы знаете, уже столько народу мне написали, что отдай мне. Если кому-то эти вещи нужны, почему бы не отдать им? Мне как бы не жалко. Мне хочется как-то вас радовать. И дай бог, чем больше у меня будет подписчиков, чем больше у меня будет просмотров, я буду дарить все больше и больше подарков для вас. То есть просто от души. Мой канал, если честно, очень быстро набрал популярность. То есть люди есть, которые 5 лет этим занимаются. Не особо все двигается. Кто не знает, моему каналу нету двух лет. И это все благодаря вам. На моем канале вообще очень мало негатива. Если бывают какие-то гадости, то я это удаляю, блокирую этих людей. Например, на Фатином канале по отношению ко мне больше негатива я заметила. Но это, мне кажется, скорее всего из-за того, что в видео с Фатей я больше шучу, как-то ее подстегиваю, подстебываю. Но поверьте мне, это просто из-за того, чтобы видео получилось интереснее, смешнее. Я пытаюсь как бы сделать его веселым. А так получается, что я немного даже, может, выгляжу какой-то наглой. Когда я пересматриваю эти видео, я вижу это все. Но, к счастью, на моем канале такого нету. И вот за вашу эту любовь я хочу, чтобы вы видели какой-то фидбэк. То есть пока что вот эти конкурсы будут на уровне только Баку. Потому что я сама лично иду и встречаюсь с людьми, и отдаю им эти вещи. Но на дальнейшем у меня есть и планы, как можно радовать своих подписчиков, которые живут в других городах. Очень вкусно. Салат нереально калорийный. Здесь майонез, грибочки, орехи. Все, знаете, самое такое. Но оно того стоит. Это вкусно. Мне кажется, я правильно сделала, что добавила сюда и пельмешки. Просто салат. Это как-то скучно. А с пельмешками весело. Поговорили о хорошем. Теперь пора говорить о плохом. Налоги. Иногда. Меня так это бесит. В пенсионный фонд мы должны были платить 21 монат. Потом сделали 36. А сегодня я узнала, что сделали 50. За 3 месяца я должна 150 монат отдать на пенсионный фонд. Еще плюс налоги. Раньше это было 2%, сейчас это 5. Плюс транзитные банки. Плюс процент 1,7 за обналичивание. Это вообще грабеж, ребят. И когда это все видишь, у тебя прям падает мотивация снимать видео. То есть, столько мороки всякой. Плюс каждые 3 месяца ту отчетность проводить. Чуть-чуть позже заплатишь, у тебя эти пения. Правда, немного у меня там накапало. Сегодня смотрела. Но все равно, знаете, мороки очень много. Плюс курицы, я не знаю, морковь, я не знаю. Я уже молча сметаю. Я просто ужасно голодная. Я во сне сегодня увидела, что типа я что-то неправильно заплатила налоги. И у меня типа статья уклонения от уплаты налогов. Мне приписали долг в 10 тысяч долларов. Я проснулась. И такая думаю, блин, надо позвонить в налоговую. Обожаю им звонить, уточнять все моменты. Я до этого тоже знала, что там что-то увеличились налоги. Но просто я не знала конкретную цифру. Оказалось, 50 монат. Грабеж. Но все равно, знаете как, мне кажется, блогеры это делают не чисто из-за денег. То есть, может быть, да, миллионники, блогеры, у которых реально огромная аудитория, они делают это для денег. Но мы делаем это для души. Поэтому, ребят, не надо реагировать как-то плохо, когда я что-то рекламирую. У меня просто нет выбора. И так и на российском ютубе. Я не говорю про американский ютуб, да. Просмотр стоит очень мало. Еще плюс эти все налоги, эта вся обдираловка. Относитесь с пониманием. То есть, мне же должно это все окупаться. Например, я хочу новую камеру купить. Я, например, стримы не устраиваю. Хотя я не считаю здесь ничего плохого. То есть, стримы это нормально, на мой взгляд. Просто я еще не пришла к этому. В Америке тоже в пределах нормы. Люди даже платную подписку покупают. Но для меня это как-то, не знаю, не то. Лучше я чуть-чуть больше рекламы пихну сюда, чем устрою стрим. Я так быстро все съела. К нам еще сегодня гости придут. Я должна убраться дома. Убраться у себя в комнате. Я хотела сегодня снимать для вас влог. Не смогу. Так вот, сегодня гости. Я буду в роли официантки. Водичка. Водичка. По идее, можно сделать так. Я, например, готовлю, мама убирается. Или наоборот, мама готовит, я убираюсь. Но обычно мы с мамой делаем все вместе. Точнее, она что-то делает и говорит, принеси это, принеси то. Подай полотенце, возьми то. С детства уже так пошло. Вот я думаю, когда у меня будет семья своя. Я уже планы построила на всю жизнь. Я не буду приглашать всех к себе домой. Лучше пойти куда-то в ресторан. Посидеть культурно, пообщаться. Потом погулять. Неправильно заплатить за счет гостей. Пельмешечки вообще божественные. Кстати, ссылку на пельмешки я тоже оставлю в инфобоксе. На рецепт точнее. Вот они у меня вообще не развалились. Посмотрите, все вот в каком хорошем состоянии. А секрет в чем заключается? В тесте. Очень удачный рецепт теста. В последнее время так много кулинаров, смотрю. Смотрю кулинаров. Мне, например, нравится рецепт. Я готовлю. Мне нравится. Я могу, например, у себя на канале снять. Ну и как-то одна девочка написала, что мы этот рецепт где-то там на каком-то канале видели. Но, блин, все рецепты уже кто-то когда-то готовил. То есть, если кто-то готовил блины, мне уже никогда в жизни не снимать их. Я считаю, что здесь ничего такого нету. Что где-то есть рецепт, похожий на тот, что готовила я. Обожаю листья салата. Салат был просто божественный. Сырный соус от Слобода у меня уже закончился. Атхайн соус барбекю. Это то же самое, что и в Макдональдсе продается. Макдональдс тоже это вообще моя слабость, как вы знаете. Так что насчет конкурса. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Завтра, наверное, я буду разыгрывать. Условия просто очень простые. Ставлю в историю, кто первый ответит. Ну как ответить на историю? Напишет сообщение, что отдай мне, тому я отдаю. Можно даже так сделать. Разделить косметику, например, на три части. И первым трем, кто ответит на мою историю, подойдите. Мне кажется, когда рандомно выбираешь человека, все думают, что нечестно и так далее. Я специально выбираю какого-то человека. А так очень честно. А на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Почему-то смотрю сейчас на камеру. Кажется, очень темно в комнате. Я забыла включить свет. Но ничего, будет такое у нас с вами разнообразие. Всем желаю приятного аппетита, удачного дня. Всем пока.